Новости на телеканале ИТВ в студии Александра Пермякова. Здравствуйте! Каким был сегодняшний день, знают наши корреспонденты. Они уже готовы рассказать о самых важных его событиях. В Крыму определились победители конкурса «Учитель года». Премии и ценные подарки вручал глава республики. Княгиня Мария Романова, завершая свой визит в Крым, поделилась впечатлениями и рассказала журналистам, о чем мечтает. В Крыму выбрали лучших учителей, воспитателей и педагогов-психологов. Глава республики Сергей Аксенов сегодня наградил победителей всероссийского этапа конкурса. В качестве награды, премии и сертификаты на отдых в здравницах полуострова. Продолжит тему Юлия Козырь. Принято считать, что у профессии учителя женское лицо. Однако этот стереотип полностью разрушил Юрий Утробин из Феодосии. Аспирант одной из кафедр исторического факультета ТНУ. Старший научный сотрудник Центра стратегических исследований. Уже шесть лет как предпочел научной деятельности педагогический труд. Да еще выбрал не просто поприще учителя, а воспитателя в школе-интернате. Придя в учебное заведение, чтобы подработать, Юрий уже не смог уйти и покинуть маленьких воспитанников. Стремление помочь детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, побороло прагматичное стремление сделать карьеру. Они другие. Они по-другому немножко воспринимают карьеру. Самое главное для этих детей это социализация. То есть если они находятся все время в интернате, то есть работают над социализацией этих детей. Вот мы в рамках социализации там ходим в походы, например, буквально на следующий выходной у нас состоится поход с ночевкой. Проводим экскурсии, едем в Керчь, в Стополь, общаемся с ребятами из общеобразовательных школ, что тоже очень важно. В этом зале сегодня только лучшие из лучших. Они своим талантом доказали. Педагог звучит гордо. Остались позади отборочные туры, открытые уроки, мастер-классы, семинары. Теперь настало время получать заслуженные благодарности за действительно самоотверженный труд. Сегодня вы доказываете о том, что крымчане, как минимум, мы еще раз говорю, подготовленные не хуже, чем передовые субъекты Российской Федерации. Но уверен, что лучшие на самом деле. Потому что у вас заряд есть, такой дух патриотизма хороший. Я лично вас верю. То есть не сомневаюсь в том, что мы сильнее всех. На всероссийский этап конкурса поедут победители сразу трех номинаций. Лучший учитель, лучший воспитатель и лучший педагог-психолог. Уже осенью они отправятся в Санкт-Петербург, Самару и Сочи. Мы полностью профинансированы с точки зрения программы повышения престижа труда учителя. Поэтому и командировочные расходы, и другие вопросы мы в полном объеме... Проблемы не возникает, в общем. Да, полностью закрываем. Сотрудничаем вплотную с республиканской просоюзной организацией, которая, в свою очередь, тоже поощряет лучших учителей. В качестве награды победители конкурса получили от главы республики денежные премии и сертификаты на отдых в крымских здравницах. Юлия Козырь, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Княгиня Мария Романова впервые посетила Крым российский. Ее визит связан со столетием со дня последнего посещения полуострова императором Николаем II и его августейшими родными. Члены императорской семьи уже побывали в Севастополе, Бахчисарае, Евпатории. Сегодня вечером предстоит поездка в Ялту. Путешествие по Крыму подходит к концу. Несмотря на напряженный график, наследница императорского престола нашла время поделиться своими впечатлениями с журналистами. Впервые великая княгиня Мария Владимировна посещала Крым в 2013 году. Еще при Украине во второй раз уже попала в Крым российский. Хотела и не скрывала этого, живя на Западе, приехать сюда после присоединения полуострова. Получив приглашение от Владимира Константинова, глава российского императорского дома испытала огромную радость. Ее ответ был, конечно, да. Несмотря на то, что императорский дом не вмешивается в политику, Роман во всем сердцем болела за выбор крымчан. И интересы жителей полуострова, как может, защищает на Западе. Это огромная радость. Безусловно, всем расскажу. Я думаю, что больше и больше люди захотят снова сюда приехать и с вами сотрудничать. Я знаю мой сын, великий князь Георгий Михайлович, живет в Брюсселе. И там тоже много делает, чтобы постараться помочь России. И я уверена, что он тоже возьмется этим делом, если чем-то он может помочь. Именно, чтобы как-то подвечь всех разных иностранных вестров, например. Письмо, подписанное рядом представителей старого дворянства. Действительно, это полезное письмо. Императорский дом выпустил свои собственные, самостоятельные обращения в поддержку воссоединения Крыма с Россией, в поддержку страдающего населения Донбасса и Луганщины. И вообще об этой ситуации. И в то же время приветствовал инициативу других людей. Причем там далеко не все наши единомышленники. Больше всего, что обрадовало великую княгиню в Крыму, счастливые люди, отметила и изменения с последнего ее визита. Мария Владимировна восхитилась собору Александра Невского. Последний раз видела его в начале строительства. Но гостья отметила и негативные изменения. Связаны они тоже с застройкой. Очень давно не было Себастополя. Там появились пару каких-то зданий, которые, я бы не очень сказала, украшают дело. И вот мне это немножко сволнуло, что, не дай бог, вот это побережье, которая такая красота, которую вы смогли, приятные причины или другие, хорошие или не такие хорошие, но в общем спасло именно ландшафт, чтобы оно сохранилось бы в таком виде, как он начально было. Мечта династии Романовых вернуться на свою родину, но пока это невозможно. Некоторые правовые вопросы еще не урегулированы. Как отметила Мария Владимировна, ее бы воля хотела бы пожить во многих уголках России. Иметь резиденцию в Крыму после визита сюда тоже вошло в список ее желаний. Хоть возможность приезжать и какое-то место, которое могло бы почаще меня видеть, но и такое место, если ее когда-то иметь, должна не только быть как-то место, где я могу приезжать и выйти некоторое время, а чтобы она действительно могла бы быть в пользу к чему-то. Но это желание ни в коем случае не намек на реституцию. Это позиция императорского дома со времен императора в изгнании Кирилла Владимировича. Внучка позицию не поменяла. То, что принадлежит народу, и дальше должно принадлежать ему. Резиденция императорской семьи может появиться только в случае благотворительного жеста со стороны людей. При этом поместье должно будет выполнять социальную функцию. Варианты разные. Столовая для голодающих, библиотека или музей. Главное, чтобы приносило пользу людям. Юлия Попович, Александр Чищенков, Служба новостей и ТВ. В Крыму пополнились ряды юных пионеров. Школьников из Симферополя и Белогорского района поздравляли руководители Республиканского отделения КПРФ. 35 детей по традиции прияли присягу, им повязали красные галстуки. Церемония прошла в крымской столице на аллее пионеров-героев. На груди красный галстук. Теперь они четко знают свои задачи. Быть примером для младших, хорошо учиться и помогать старшим. Эти крымские дети твердо решили, с сегодняшнего дня все они становятся пионерами. Очень даже хорошо, что пионерские движения мы, по призыву того же Владимира Владимировича Путина, и некоторые не знают, как это делать в дальнейшем, потому что нужно возрождать юное движение. Вот оно есть, пионеры, пожалуйста, давайте вместе работать, давайте вместе сейчас с тем же министерством образования продумаем, что сообща легче и поднять эту тему, выделить где-то какие-то помещения или, может быть, выгнать этих же арендаторов с дворца пионеров и отдать эти кружки детям, чтобы дети приходили и занимались. Торжественную линейку руководителей республиканского отделения КПРФ решили провести в столичном детском парке, ведь именно там располагается аллея памяти пионеров-героев, погибших, защищая родину. Символично, что по сценарию почти все дети перевоплотились в Володю Дубинина, Павлика Морозова, Валю Котика, Марата Козея и других героев, заменивших взрослых в бою. Они твердо настроены теперь быть лучшими во всем. Я считаю, что быть пионером – это служить своей родине, быть всегда готовы защищать ее и просто быть довольным, что ты родился в этой стране, что ты можешь защитить свою родину. Я готовила эту речь и еще я мечтала об галстике и думала, как его завязывать правильно. На площадку вносят красное знамя и все 35 школьников вслух клянутся служить родине. А затем тоже по традиции скандируют главный девиз пионерии – всегда готов. Это же не так, что скандачка, а давайте вступим в пионеры. А что это такое? Поэтому, естественно, мы заранее рассказываем ребятам о том, что такое пионерское движение. То есть готовим их. Потому что, допустим, сегодня у нас были ребята с одной из школ Симферопольских. На беседе со мной присутствовал весь класс. Ну, пришло только 8 человек. Поэтому, как бы, ну, дело такое. Никого же мы заставить не можем сегодня. Поэтому зато эти 8 – это уже действительно по своему настоящему искреннему желанию вступили сегодня в ряды пионерской организации. В завершении торжественной части пионеры, уже официально вступившие в юношеское движение, возложили цветы к бюстам героев. Нынешняя годовщина основания Дня пионерии стала уже 94-й решение о создании отрядов. Приняла вторая Всероссийская конференция Комсомола 19 мая 1922 года. Владислав Копылов, Эдуард Семенов, Служба новостей, ИТВ. В рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-спидом, которая продлится до 24 мая, все крымчане могут пройти бесплатное первичное тестирование. Главная цель мероприятия – ранняя диагностика заболевания у населения, своевременное назначение терапии, снижение инвалидизации и смертности. Крымский Минздрав призывает крымчан проходить тестирование на ВИЧ, не боясь стать изгоем, поскольку эта инфекция из разряда смертельных заболеваний переведена Всемирной организацией здравоохранения в разряд хронических. А это говорит о том, что данное заболевание можно стабилизировать и при адекватной терапии, и должном образе жизни можно избежать осложнений, ухудшения состояния, а главное – смертельного исхода. А мы продолжаем выпуск и к следующим темам. В Севастополе открыт сезон охоты. Местные жители борются с американской бабочкой. В гостях у Джамалы, в местах, где выросла победительница Евровидения, побывали наши корреспонденты. Она себя очень проявила, находясь уже в музыкальном училище и в консерватории. Тогда стала петь джаз, стала петь оперы. И вновь в Симферополе вспыхнул строительный конфликт. На этот раз жильцы дома против предпринимателей. В редакцию обратились горожане, проживающие по адресу Залеская, 78. С недавних пор к их многоквартирному дому пристроили новый объект. Несмотря на то, что у бизнесменов есть все необходимые документы, соседи сверху уверены – дать такое разрешение – это нарушение их конституционного права. Ситуацией разбиралась Юлия Попович. Пятиэтажный дом по адресу Залеская, 78. Словно грибком его окрестности поразило шалманами, магазинами и несанкционированной торговлей. Недавно началось строительство нового объекта – пристройка к дому в один этаж. Местным жителям, мягко говоря, это не по душе. Во-первых, это жесть тонкая. Любой дождь малейший превратится для нас просто в пытку, потому что это будет дробь барабанная по нашим головам. Во время жары, летом, когда у нас 30 и больше градусов, это будет пекло, печка под нашими окнами. Он начал это строительство буквально накануне праздников, 30-29 числа. Мы здесь бегали, все суетились и просили его прекратить строительство. Как бы сухмылка, никого не слушая, гремели, стучали. Все выходные, праздники, в эти выходные тоже вот этот грохот, все мы просили. В общем-то, как так там относятся, недоброжелательно. Этот он – предприниматель по фамилии Османов. Борьба местных жителей с ним – история старая. Приписывают бизнесмену и возведение других малых архитектурных форм, в окрестностях и то, что людям приходится оплачивать за него отопление. Нареканий много, однако доказательств не предъявляет. Предприниматель уже много лет назад выкупил цокольный этаж в этом доме и издает его в аренду. Свой бизнес решил расширить этой пристройкой, на что получил разрешение городской администрации Симферополя. Встретиться с самим бизнесменом не удалось. Его интересы на камеру представляет сын. Жители говорят это, но на данный момент у нас есть все документы, что эта летняя площадка, она была выдана на три года, на срок с 7 апреля 2016 года по 7 апреля 2019 года. Это летняя площадка в 150 квадратных метров. Выдать такое решение, по мнению жильцов, это нарушение их конституционного права. Мы с апреля месяца участвуем в проекте городском неживании. И мы, вот эта вся территория, является придомовой территорией нашего дома. И прежде чем что-то строить, он обязан был у нас спросить разрешение, которое мы должны были ему дать путем голосования на общем собрании. Нас никто не спросил. Начала вестись постройка. Да вот только если судить по закону, жильцы этого дома заблуждаются. Пока межевание территории не произошло, эта земля считается муниципальной собственностью. А это означает, что город может распорядиться ею. Как отметил Тейфу Гафаров, который, собственно, и подписал разрешительный документ, в этом случае законодательство не предусматривает согласование такого решения с жильцами. Но, тем не менее, в борьбе за свое спокойствие эти люди уже отправили заявление и в прокуратуру, и в городадминистрацию. А пока ждут ответа, оформили предпринимателю просьбу. Мы хотели вручить хозяину этого строения, чтобы он пока не придет решение из прокуратуры и администрации города, чтобы он не продолжал это строительство. Потому что наши права нарушены, и мы все равно будем добиваться, чтобы этого строения не было здесь. И мы попросили, чтобы хотя бы он не строил. Как отметил заместитель председателя администрации Симферополя, разрешительный документ выдали не просто так. На предпринимателя легла и социальная нагрузка, которую, по мнению Тейфу Гафарова, жильцы многоквартирных домов редко хотят брать на себя. Одна из причин, по которым, допустим, данное заявление было удовлетворено, в прилегающей территории, там в виновлетний период было огромное засилие стихийной торговли. Сейчас все эти жители жалоба, что они там в 6 утра выставлялись под окнами, как раз на этой территории, они убили там прилегающую зону, зеленую зону, просто там затоптав ее. В данном случае, если в данной ситуации конкретные границы благоустройства, определенное восстановление того покрытия, того асфальтного покрытия, которого уже не в данном случае он обязан выложить там мощение и восстановить ту зеленую зону, которая там ранее находилась. Заявление горожан городадминистрации получили. Там планируют встречу с ними на следующей неделе, где городские власти постараются уладить конфликт полюбовно. Юлия Попович, Евгений Стариков, Служба новостей, ИТВ. В Севастополе борются с бабочкой. Насекомое прижилось на территории города. Каждое лето досаждает горожанам и активно поедает листву деревьев. По мнению специалистов, полностью истребить вредителя крайне сложно. Только за последний месяц сотрудники по земельному и фитосанитарному надзору Департамента сельского хозяйства провели более 30 выездов обследований по обращению севастопольцев. В четырех из них наличие вредителя подтвердили. Севастопольцы из года в год становятся свидетелями днем, а по ночам слушателями, как к концу сентября городскую зелень поедает заморское насекомое. Хотя живет она от месяца до 40 дней. Гусеница американской бабочки не по размеру прожорлива. В ее меню входит около 200 видов насаждений. Предпочитает шелковицу, яблоню, вишню и сливу. Не брезгует и лесными породами. Город летом буквально попадает в сети сельскохозяйственного вредителя. Чтобы перезимовать и возродиться в новом поколении, агрессивная американка заползает через окна в квартиры. Путь от куколки до бабочки. И вот она опять в деле. В прошлом году было очень много очагов по городу установлено. Там порядка 120. В этом году мы уже провели по обращениям граждан ряд мероприятий по выявлению. Большинство случаев люди просто в профилактических целях нас приглашают. Уже установили в этом году 4 очага. Но они не новые. Они были установлены в прошлом году. Самый большой очаг у нас по улице Супрума. На этой неделе мы проводим установку феромонных ловушек. Это мероприятие и цель мероприятия направлена на то, чтобы не допустить распространения карантинного вредителя. В данном случае мы находимся на улице Советской, где в прошлом году был установлен очаг. Цель манипуляции – не допустить распространения карантинного вредителя. Чтобы выявить гостю, сотрудники по земельному и фитосанитарному надзору Департамента сельского хозяйства инспектируют город. Но исключительно после установок ловушек с феромонами. Это феромон самочек американской белой бабочки. Он привлекает самцов. Он действует, распространяется где-то на 200 метров. И самцы слетаются на этот феромон, в эту ловушку. И на клевую основу они, скажем так, прилипают к ней. В случае обнаружения бабочки специалисты выдают предписание коммунальщикам, а те обезоруживают вредителя. Нина Паустовская, Наталья Бабкевич, Служба новостей и ТВ, Севастополь. Ввиду пестрящих статей в СМИ о Евровидении. От Джамали стали разворачиваться самые неоднозначные слухи. Говорят о ненависти крымчан к певице. И не только. Наша журналистка побывала в гостях у родителей-победительницы и пообщалась с педагогами талантливой певицы. Подробности знает Анастасия Каугина. Малореченская. Тут и прошло творческое детство певицы, теперь уже мирового масштаба. Джамала, достойно показавшая себя на Евровидении, когда ей было 6 лет, со своей семьей переехала жить на полуостров. А вот тот самый дом, где и рос талант. Когда прошло Евровидение, в селе Малореческом в прямом смысле слова прописались журналисты. Родители с радостью давали интервью, но только потом обнаружили, что многие СМИ выдавали материалы в ином ракурсе, а именно в году редакционной политики. Поэтому теперь мама Сусаны, а именно знаменитой Джамалы, остерегается медийщиков. Уже мои все интервью перевернули. Я говорю одно, показываю совсем другое, и вообще я уже такая расстроенная, не хочу никаких интервью. А вы не хотите прийти завтра на эфир «Народный вердикт»? У нас программа как раз посвящена Евровидению. Никому не хочу, ничего не хочу. Нам удалось пообщаться с родителями Джамалы, но только без микрофона и камеры. Так сказать, за кадром. Дома была мама. Она рассказала, что несколько раз была обманута средствами массовой информации, и уже давно перестала доверять журналистам. Ведь она искренне рассказывала о дочери, радовалась ее победам, а теперь семью пытаются очернить, преподнося ложную информацию. Она признается, что болела за дочь, отправляла голоса, а о своей радости и сейчас готова кричать на весь земной шар. С всей округи сбегались поздравить родителей с этим событием, дарили цветы и осыпали пожеланиями. Теперь женщина опечалена, ведь расспрашивают ее не столько о дочери, сколько задают вопросы с намеком на политику. А потом выставляют свой журналистский продукт, поигравшись с монтажом. После Евровидения интернет запестрел яркими заголовками и сенсационными материалами, якобы о ненависти со стороны крымчан к Джамале. В ее селе, наоборот, только гордятся, особенно в школах. Наталья Алехина знает Джамалу с третьего класса, вспоминает, в стенах заведения голос девочки уже тогда был известен. Она себя очень проявила, находясь уже в музыкальном училище и в консерватории. Тогда стала петь джаз, стала петь оперы. Именно талант такого уровня вырастили те педагоги, которые преподавали там. По соседству с малореченским общеобразовательным заведением детская музыкальная школа. Исток творческого пути Джамалы. В этом компактном здании с уютными кабинетами всегда играет музыка. Сейчас здесь растут маленькие таланты, а преподают все те же педагоги. Сусанна окончила школу по классу фортепиано. Основам мастерства учила ее Урие Серверовна. Она универсальная певица. В ней есть все. У нее диапазон какой широкий, низкий и высокий, 4 октавы. Это было еще отмечено на новой волне в Юрмале. Там аплодировали все стоя, а сейчас слышишь отзывы от тех же людей, от тех же музыкантов, не совсем-то иногда и лестные. Вот это, конечно, нам неприятно. Она для нас единственная на всю школу и вообще на протяжении всей моей работы это единственный уникальный ребенок. Муж Урие Серверовны преподавал теорию, а именно сольфеджио. Педагоги уверяют, что он по-особенному повлиял на творчество артистки. Джамала Бела всегда вспоминают наставники. Мой вклад, он незначительный был. Когда она приезжала, уже училась в училище, поступила в музыкальное училище, она приезжала на каникулы и я пару раз ей аккомпанировала. То есть какие-то арии были небольшие, но это тоже для меня, например, какая-то честь. Очень гордимся этой девочкой, ее победа заслуженная. И я от всех коллег, от лица всех коллег, хочу поздравить ее с величайшей победой. Сейчас певицей гордится вся округа. В школе даже есть уголок, посвященный ее творчеству. Радуется и молодежь, что такая выпускница именно из их школы. И никто не упоминает о политике, оценивают только искусство. Считают, что Евровидение не площадка для политических разборок, а все-таки конкурс. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Село Малореченское. Таковы события сегодняшнего дня. Спасибо, что были с нами. А я прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!